В своем вступительном слове Павел Астахов отметил важность вынесенных на обсуждение проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, в последние годы наблюдается положительная тенденция по ряду направлений данной работы. Все меньше родителей лишаются родительских прав. Увеличивается число родителей, которые восстанавливаются в своих правах. Все больше детей обретают свою семью, что ведет к существенному сокращению детских домов. Уполномоченный по правам ребенка в КЧР Лариса Абазалиева начала свое выступление с приятных моментов. Представила своих коллег из республики и особенно отметила приемную семью Камовых, которая пришла на прямой диалог с тремя приемными детьми. Семья интернациональная. Папа Абазин, мама Украинка. Они вырастили трех замечательных детей. У них вот внуки уже, четверо внуков. Но когда случилась трагедия, единственный сын погиб в автоаварии, они приехали в дом ребенка просто, чтобы раздать там сладости детям. И навстречу выбежал ребенок и сказал, заберите меня. Они не смогли пройти мимо, забрали сначала одного, потом приехали, забрали еще двоих. В силу определенных причин общество недостаточно информировано о мерах государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники телемоста акцентировали внимание на действующей законодательной базе и ответственности общества перед детьми, в частности обеспечения каждому ребенку права на семью. Особое внимание присутствующих было обращено и на то, что в России имеется огромный потенциал, используя который можно решить проблему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники телемоста семья Камовых и Заула Эльбурган взяла на воспитание в семью троих детишек из детского дома. Сейчас мальчишки помогают своим приемным родителям, причем не только получая хорошие оценки, но и по хозяйству. Первого мы взяли, Денис его зовут, ему сейчас 10 лет. Ему было 3 годика и 3 месяца, по-моему, так где-то, 2 месяца в октябре мы его взяли. А второго мы взяли почти под Новый год, за 2 дня. А третьего мы взяли, а второй Артур зовут, как нашего сына, но это совпадение чисто, случайно мы даже не знали его имя. А третий этих зовут, мы его взяли где-то в апрель. Павел Астахов поручил уполномочному по правам ребенка в Карачаево-Черкесии продолжить работу по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он также пригласил семью Камовых на форум приемных родителей, который пройдет в Москве с 6 по 8 апреля. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Сложно воспитывать детей.